ДОСТИГАЯ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Шалом, Ядидим. Ядидим в переводе с иврита означает «друзья». Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». По крыше стучит дождь, я считаю, это знаком Божьего благословения. Да, дорогая? Аминь. Бог изольет благословение на тех, кто открыт, для того, чтобы принимать от Бога. Ведь так? Отец, пусть твой гром и молнии принесут нам прорыв. Мы продолжаем сегодня говорить о вечности. Вечность — это весьма глубокое понятие. Писание говорит, что Бог поместил вечность в наши сердца. Но многие сегодня совершенно не задумываются о вечности. Они живут одним днем, живут для себя, для угождения своей плоти, наслаждаясь мирскими утехами и вовсе не думая о том, что ждет их вечности. А наша жизнь должна быть другой, жертвой угодной, совершенной, идеальной, живой. В ожидании Господа Иисуса Христа и Божьей награды, ведь мы ожидаем Его каждый день. Да, Господь, приди в наши сердца и в наш разум, чтобы мы жили Твоей волей для нас. Каждый день я молюсь о том, чтобы каждый из вас смог в полноте исполнить Божье призвание на вашу драгоценную жизнь. Шалом, возлюбленные, Баруха Шем, мир вам и благословения. Бог вложил в мое сердце очень важное послание. Для начала я хотел не столько проповедовать об этом, сколько самому впитать в себя это слово. Сейчас это слово горит во мне, и я верю, что каждому крайне важно его услышать. Я назвал эту серию «Линзы вечности». Это вторая программа этой серии. Трава засыхает, цвет увядает, а слово «Яхве», слово Бога нашего, пребудет вечно. Умоляю вас внимательно отнестись к этому посланию от Господа. Правда в том, что многие, кто называет себя верующими, на самом деле гораздо более мирские, чем они думают. Некоторые из нас считают, что то, что мы посещаем церковь, не говорим ругательных слов, не совершаем преступлений, приносим свои десятины в храм, это уже делает нас хорошими христианами. Но, послушайте, возлюбленные, если мы взглянем на жизнь апостола Павла и на Слово Божие, мы увидим, что быть последователем Иисуса – это гораздо больше, чем наше культурное определение понятия «христианин». Если мы обновлены Словом Божьим, мы осознаем, что мы не от этого мира. Апостол Павел жил во свете вечности. Он не жил ради чего-то, что может дать этот мир. Его не удовлетворяли вещи этого мира. Если мы честно заглянем в свои сердца, мы можем увидеть там желание признания со стороны людей. Мы хотим новый автомобиль, новый дом, и именно это приносит нам удовлетворение. Мы стремимся достичь того, что этот мир называет успехом, и даже того, что зовется американской мечтой. Я хочу противопоставить жизнь во свете вечности американской мечте. Я уже рассказывал вам, что 15 лет назад мне приснился сон, в котором я проповедовал в своей церкви. Прямо посреди проповеди члены церкви встали, положили руку на свое сердце и стали приносить присягу, флагу Соединенных Штатов Америки. Они произносили присягу громко в унисон, и она заглушила мою проповедь. Там во сне я негодовал, но неужели присяга государству, для них дороже Слова Божьего? Я вышел из зала богослужения, прошелся по коридору, зашел в уборную и начал там молиться. Господь, мне так стыдно за мою паству. Что же мне делать? И Господь сказал мне, возвратись туда и продолжай проповедовать. Я явно не хотел туда возвращаться. Я чувствовал себя униженным и оскорбленным. Но, несмотря на это, я послушался Господа и вошел в зал обратно. Когда я встал за кафедру, кто-то в зале закричал, «Мы больше не хотим тебя слушать». Я закончил проповедь, и на этом сон закончился. Увиденное во сне меня так потрясло. Я знал, что Господь желает мне что-то сказать этим. Первое истолкование сна было таким. «Боже, в чем я, как лидер, неправ, что может привести к такому исходу?» Я мучился от непонимания, в чем я так серьезно ошибся, и что мне нужно срочно изменить в своем лидерстве. Я продолжал молиться об истолковании сна, и через несколько дней, когда я был в номере гостиницы, готовясь проповедовать в одной церкви, Господь вдруг проговорил в мое сердце очень отчетливо. У меня не было никаких сомнений в том, что это Господь. Он сказал, что дело не в моем слабом лидерстве, что через этот сон он хотел показать мне, что на самом деле его народ посвящен ему, что они стремятся к американской мечте. Представьте себе, речь шла о верующих, о тех, кто исправно ходит в христианскую церковь. В данном случае это были мессианские евреи. Они обольщены. В глубине сердца они посвящены не Богу. Их жизнь не является жертвой живой и угодной Богу. Они не готовы страдать ради Царствия Божьего. Они не хотят покоряться Богу. Позволить Ему использовать их так, как Он этого хочет. О нет, они посвящены ценностям этого мира. А Бог у них где-то там, в стороне. Они не желают покориться воле Божьей и жить в послушании Богу. А в моем сне Господь сказал буквально, они бегут за американской мечтой. Возможно, возлюбленные друзья, я говорю именно о вас. У нас красивые дома. На нашем столе лежит Библия. И в некоторых семьях перед едой возносится молитва. Но побуждает ли нас Слово Божие жить во свете самой вечности? Если мы посмотрим на жизнь апостола Павла, мы вспомним его слова. «Подражайте мне так же, как я подражаю Христу». Павел знал, что Бог радикально изменил его. Поэтому Павел призывает нас подражать его примеру. И мы видим, что Павел не стремился получать как можно большее от этого мира, в котором он жил. Его не интересовали ценности этого мира. Он жил ради одного. Ради того, чтобы принести славу Господу Иисусу. Он говорит в послании к филиппийцам, «Ради него я от всего отказался». Он отказался от имущества, от друзей, от репутации. Вместо этого он претерпел немало скорбей. Кораблекрушения, гонения, тюремные заключения и насмешки. У него был статус и почтение людей. У него, как у иудейского лидера, был хороший доход. Но Писание говорит, что все это он почел за мусор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать его. Его силу Павел жил во свете вечности. Он все почитал за мусор ради превосходства познания Христа. И он был готов отказаться от всего ради того, чтобы познать самого Иисуса. Познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его. Так что, дорогой мой друг, Павел был посвящен Богу. А как насчет вас? Вы посвятили себя Богу? Я говорю это не в обвинении. Я задаю этот вопрос и себе. В слове сказано, что многие будут взывать к Иисусу «Господи, Господи», но Он скажет «Я вас не знаю». То есть, когда Он вернется, к Нему обратятся те, кто считал, что они Его, но Он скажет им «А я вас не знаю». Почему они считают себя христианами? Потому что делают привычные христианские ритуалы, и на их столе пылится Библия. Однако, называя себя христианами, они, по сути, не изменились. Они живут для этого мира, не в свете вечности, а для угождения себе, сейчас и сегодня. Апостол Павел отказался от всего ради познания Христа и силы воскресения Его и участия в страданиях Его. Он тот, кто сказал, «Для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». Просыпаясь утром, это должно звучать как девиз нашей жизни. «Для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». Я живу для Иисуса, да в Нем смысл моей жизни. Он – моя главная цель. Он в центре. Я не просто живу своей жизнью, а Иисус у меня вместо хобби. Он все, а не только часть нашей жизни. Иисус сказал, «Кто возлюбит своего сына или дочь больше, чем меня, тот не достоин меня». Мы говорим с вами о жизни с перспективой вечности. Я хочу честно спросить себя, а действительно ли моя жизнь изменилась так, чтобы я мог жить не для мира, а жить с линзами вечности? Не ставить на первое место мою семью и детей. Не ставить на первое место работу и имущество, но на первом месте должен быть Христос. Для меня жизнь – это Христос. Если я что-то потеряю, то это ничто в сравнении с тем, что я могу потерять Его лично. Я живу ради познания Христа и силы воскресения Его и участия в Его страданиях. Да, именно так – участие в Его страданиях. Нужно платить цену. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе так или иначе будут гонимы. А вы готовы принять это тяжелое бремя? Ведь нельзя быть одновременно в этом мире и в Иисусе. Иисус сказал, что «извергнет из уст тех, кто тепл, куда ведет ваш путь?» И в заключение я хочу призвать вас к покаянию. Кто из вас, являясь пастором или лидером, проповедуя Слово народу Божьему, при этом не применяет должным образом это Слово к самому себе? Я хочу спросить вас, кто из вас чувствует в сердце Божие предупреждения? Епископ Джон, я прошу вас… Подойдите на минутку, пожалуйста. Выходите. Я прошу вас повести нас сейчас в молитве покаяния и попросить Божьей милости для всех нас, пожалуйста. Вчера в своем сердце мы четко услышали, что единственный способ приблизиться к Богу – это прийти к Нему с покаянием. Мы способны узреть Бога, когда исповедуем свои грехи перед Ним. Мы видели, как сильно откликнулись сердца людей. Они буквально рыдали перед Господом, открывая свои сердца перед Ним. Сегодня я каялась. Как лидер, я не всегда делаю то, что прославляет Иисуса Христа в моей жизни. И я покаялась в этом. Я вернусь в Кении уже совсем другим человеком. И я очень этому рада. Я буду говорить жесткие вещи, но я вынужден это сказать. В отличие от нас с вами, Павел не был привязан к вещам этого мира. Его не интересовали ценности мира. Он говорил для меня «мир распят, и я для мира». Вещи мира не должны нас определять. Мы должны быть отделены от мира и взирать на того, кто выседает одесной отца. Павел не смотрел на настоящее, как на то, что есть сейчас, и больше ничего не будет, и поэтому надо взять из этого момента все. Павел жил ради грядущего века. Он жил в свете вечности. Он смотрел на все в перспективе вечности. И частью этого мышления было понимание того, что настоящий момент его жизни — это часть большой картины. Я повторю, жить в свете вечности означает понимать, что настоящий момент, момент истории нашей жизни и жизни на этой планете в целом — это часть большой картины. Что я подразумеваю под большой картиной? Я имею в виду историю мира, историю человечества. От самого начала истории, о чем мы читаем в Писании, и до конца, до того, о чем нас предупреждает Слово Божие. То есть в это мгновение я не просто живу этим конкретным моментом и все. Нет, я смотрю на этот момент сквозь призму всей истории человечества. Я не определяю этот момент только происходящим здесь и сейчас. Я смотрю на него сквозь призму человеческой истории. Так что же я имею в виду? В книге «Бытие» мы читаем, что Бог сотворил Адама и Еву по своему образу и подобию. Но затем произошло грехопадение. Змей обольстил их, и они ослушались Бога. Они упали в грех. И это обольщение принесло перемены в весь устое на земле во все мироздание. Человек был отделен от Бога. Он был лишен Божьей славы и праведности. Со времен грехопадения человек живет в обольщении и самообманении. Но затем Бог послал в этот мир Искупителя. Иешуа — наш Искупитель. «И всякий, принимающий Его, принимает в Себя Духа Истины, принимает в Себя Духа Святого. Всякий, искупленный Господом Иисусом Христом, сражается за вечную жизнь, которой мы призваны». Послушайте, мы сражаемся за вечную жизнь, которой мы призваны. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас прочитали 12 стих 6 главы 1-го послания апостола Павла к Тимофею. Тут сказано «Подвизайся добрым подвигам веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Я прочту еще раз. «Подвизайся добрым подвигам веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Что же это означает? Мы пытаемся понять настоящий момент в свете всей истории человечества. Мы видим сотворение Адама и Евы, видим грехопадение, и видим то, что на землю пришел Искупитель всех людей, Иешуа. Всем принявшим его, он дал дух вечности, дал вечную жизнь. Иоанн писал, «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Речь о качестве жизни. Вечность — это реальность, находящаяся вне времени и пространства. Иисус вечен. Познать Бога означает иметь жизнь вечную. Мы живем в грядущем веке. Мы живем силой грядущего века. Поэтому, если я смотрю на горести конкретного момента, я понимаю, что зачастую это происходит из-за того, что однажды произошло грехопадение, и мир живет в обольщении. И поэтому, когда мы являемся жертвой каких-то обстоятельств вокруг нас, когда мы страдаем в этом павшем мире, как страдал Павел, нам нужно подражать Павлу и не сломаться в этих условиях, но видеть их в свете вечности. Несмотря на то, что мы живем в павшем мире, мы можем оставаться верными Христу любой ценой. Да, мы живем в развращенном мире. И даже когда я страдаю, я знаю, что Бог работает с моим сердцем. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Я осознаю, что мне нужно тратить свои силы не на то, что я получу награду в этой жизни, но на то, за что меня ждет награда от Господа в веке будущего. В последней главе Библии говорится, «Вот гряду скоро, и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его». Это прямо противоположно учению Нью Эйдж. Они учат тому, что нет ни прошлого, ни будущего, есть только здесь и сейчас. Есть доля правды в том, что мы должны жить с этим моментом и не упускать его. Но есть что-то большее, чем здесь и сейчас. Мы ожидаем города, строителем которого является сам Бог. Мы не ожидаем, что уже в этой жизни мы получим всю свою награду. Мы живем с пониманием того, что наша награда в полноте ждет нас в грядущем веке. Ведь Иисус учил этому. Когда творишь добро, не труби перед собою, чтобы тебя прославляли люди. Такие люди уже получают награду свою. Делай добро в тайне, и Бог воздаст тебе явно. Кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды, не потеряет награды своей. Жить в силе вечности, во-первых, означает, что вы ожидаете небес. Мы должны быть мотивированы в этой жизни продолжать творить добро, ходить перед Богом, продолжать преобразовываться в Его образ. Потому что мы живем с ожиданием небес. И далее идет второе. Жить в силе вечности означает вот что. Вы приносите в настоящий момент силу грядущего века. Приносите откровения о вечности. Так что это влияет на ваше мышление, на ваши чувства, на то, как вы живете в данный момент. И я хочу напомнить вам, что мы не из этого мира. Этот мир не наш дом. Этот мир никогда не сможет принести нам должного удовлетворения. Поэтому давайте перестанем искать довольство в видимых вещах и устремим свой взор на Иисуса, начальника и совершителя нашей веры. Потому что он грядет скоро, и он воздаст каждому по делам. Поэтому давайте будем жить во свете вечности. Призываю вас к этому. В книге «Числа» в шестой главе Бог сказал Моисею и Аарону «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них, и я благословлю их». Поэтому сейчас принимайте Божие благословение. Иисус, 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 Иисус. Субтитры создавал DimaTorzok Господь к вам лицо свое и дарует вам мир, как своему любимому ребенку. Божьих благословений и шалом! Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Из следующего выпуска вы узнаете, что Бог призывает вас в более высокое измерение. Вы узнаете, как жить не сегодняшним днем, а думая о вечности. Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране. Или позвоните по номеру, который вы видите на экране. И помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Хочу призвать вас быть честными с самими собой перед Господом. Многие из нас подчинили ему разные сферы нашей жизни, но есть еще сфера, не подчиненная Богу. Помню, когда я был в школе, нам дали микроскопы и попросили рассмотреть что-то на слайде. Вначале ничего не было вида, но когда мы настроили линзу и мощность, мы вдруг увидели на этом слайде маленькие живые организмы. Понадобилось усиление в виде линзы, чтобы мы смогли что-то увидеть. Некоторые из вас чувствуют сейчас обличение Святого Духа насчет ваших финансов. Он включил свое увеличительное стекло и показывает нам, что мы должны подчиниться Господу и доверить Ему свои финансы. Пока мы на этой земле, мы можем делать добро, и все мы должны сеять в Царство Божие и в распространение Евангелия. Если вы искренне верите в это служение, что оно от Бога, то посейте в нас, и Бог обязательно вознаградит вас за это. Если вы хотите отправить пожертвование или стать нашим партнером, то вы можете сделать это по адресу, который видите на экране. Звоните по номеру 800-37-7835 или отправьте смс со словом «Равин» на номер 4537. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Ваш дар приносит спасение, исцеление и освобождение Израилю и всему миру через телевидение, интернет и евангелизационные крусейды. Многие из нас благословляют Господа своими финансами на земле. Но если вы хотите делать это, даже находясь на небе, зайдите по ссылке завещания на нашем веб-сайте. «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступно на русском языке на YouTube. Равин еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.